Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников их биографии. Юдит Янс Лейстер, нидерландская художница золотого века, писала жанровые произведения, портреты, натюрморты, ее работы высоко ценились современницами, но после смерти творчество было почти забыто. До 1893 года ее произведения приписывались Франсу Хальсу или ее мужу Яну Минсе Молинеру. Однако в конце 19 века Лейстер получила признание за свои художественные способности. Родилась в семье Портнова и Пивовара 28 июля 1609 года. В 1633 году была принята в Гильдию Святого Луки, в союз художников Харли. В 1636 вышла замуж за художника Молинара, переехала в Амстердам. Родила пятерых детей, преобладающая часть ее работы относится к 1629-1631 годам. Некоторые ученые предполагают, что Лейстер сделала карьеру в живописи, чтобы помочь своей семье после банкротства ее отца. Ее первая известная подписанная работа датирована 1629 годом. Уже в 1633 году она была членом Гарлемской гильдии Святого Луки. Автор портретов, натюрмортов, произведений жанровой живописи, в которых ощутило влияние Франса Хальса. Есть предположение, что Лейстер была его ученицей. Караваджистов у Трехской школы стала первой женщиной в рядах членов Харлемской гильдии Святого Луки. Несколько ее полотен изображают женщину за домашними занятиями, что было новым для живописи 1620-1630 годов. Умерла 10 февраля 1660 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о нидерландской художнице Золотого Века Юдит Янс Лейстер. Пока-пока, до свидания.